Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте, всем хорошего времени суток, доброго времени суток. А что я сейчас буду готовить? Давайте посмотрим, что у меня есть. Вот это сейчас, это с моего подоконника, мокрица. Я говорила о том, насколько она полезна, сколько в ней витамин, ну и железо, конечно же. Это тоже с моего подоконника, это лук-порей. А вот это вот черный и белый кунжут, это курпапим, здесь ложка жидкого сыра, лимонный сок, ну и разные масла. Я люблю соевое масло, я люблю маслечко оливковое, в общем, разные виды масли. Главный герой Маш. Я про Маш уже рассказывала, когда я его купила, и сразу же о нем рассказала. Я люблю Маш, я не питаюсь так, как все, сразу говорю, для тех, кто только что попал на наш канал. Так, сейчас я вмешаю жидкий сыр, пока теплый Маш, мне нужно это сделать. Ну, а пока я буду вмешивать, я вам сейчас, прямо вот вмешиваю, видите, пар идет. Ой, как хорошо. Маш очень быстро отваривается, каких-то 20-30 минут. А если вы водички подержите, ну, допустим, 2-3 часа или на ночь, ну, это не как фасоль, еще раз, Маш гораздо быстрее варится. Я люблю слегка недоваривать Маш. Также я люблю его проращивать, вот, все. Вот это у меня сын любит, например, с жидким сыром. Я нет, я не буду с жидким сыром. Я пока буду использовать в своих рецептах сыр, масло, яйца, но уже откажусь от мяса полностью. А придет момент, когда совсем строго, даже несколько дней, может быть, ну, не буду загадывать. Вот, пока слегка остынет, я скажу вам пару слов. Хочу познакомить вас вот с этой альтернативой белого риса. Как я уже говорила, белый рис никому не рекомендую кушать. Если кушаете рис, кушайте коричневый, либо пропаренный для того, чтобы ушел крахмал. Потому что крахмал превращается в организме в сахар, а это огромное количество проблем, в том числе и раковые клеточки. Ну, я говорила, что мне Маш нравится, потому что он содержит такие важные вещества, как витамины С, Д, Е, К, железо, цинк, фолиевую кислоту, калий, магний, медь. А мы знаем, что если взять еще марганец, а вот только взять один марганец, калий, да, и кальций. Здесь витамин Д есть, здесь есть фосфор и тиамин. Это просто красота. Это против холестерина, от сердца, сердечных недуков, у кого проблемы. Если у вас высокий уровень холестерина, включите обязательно вот эти бобы, их называют мунг, бобы мунга, бобы мунга. Вот их в свой рацион. Смотрите, они, вот эти бобы, они в себе, в их состав входит большое количество клетчатки, растворимой. Она в пищеварительном тракте вступает в реакцию с водой, образуя при этом гелеобразную смесь, поглощающую токсины и излишки жира. В общем, продукты, богатые растворимыми пищевыми волокнами, способствуют снижению уровня плохого холестерина. Советую. И от рака молочной железы, маши, другие бобовые, да, почему? Потому что они содержат ингибиторы, протеазы, а эти вещества, они замедляют репликацию некоторых раковых клеток. Они же размножают, делают себе реплику. А вот эти вещества, ингибиторы, протеазы, они не дают этого делать. Поэтому обратите внимание. Дальше, у кого увядает кожа, это омолаживающие свойства Маша, потому что у них есть фитоэстрогены. А фитоэстрогены, они отвечают за гормональную активность. Они держат нас в тонусе и не дают нам стареть от диабета. Девочки, у кого диабет, пожалуйста. Зелень у меня сегодня не укроп, петрушка. Я не замыкаюсь, а именно лук-порелик на английском. И звездчатка, мокрица, как её ещё называют. И можно, можно просто порвать и покидать. Но у меня сын так не ест её. Ему нужно очень меленько-меленько её накрошить. Вот так. Вот. Ну и это быстро нужно сделать, чтобы сок не ушёл. Кстати, чесночок. Хорошо чесночок, но он скоро куда уходит. Поэтому я чесночок ему не даю сейчас. Ой, как много сока в мокрице. Потому она называется мокрица. Она, смотрите, сразу мокрая становится. Всё, вмешиваем её. Какая она классная, когда она с соком лимона. Несколько капель. Сильно не нужно много. А чуть-чуть. Кстати, можно соевый соус тоже сюда добавить. Я добавлю. У меня его много. Так. Красота какая. Дальше. Дальше лук поры. Ну, лук поры произвольно. Как хотите, так и режьте. Каждый по-своему режет. Я люблю. В длину. Кто-то вот так. Я. Нет. Я в длину. Кто-то вообще рвёт. Всё. Оп. Готово. Отлично. Сейчас у меня маникюров нет. Я ноготки не показываю. Не знаю, может ещё сделаю на одну недельку. Но такой лёгкий. В смысле без наращивания. Без ничего. Так. Красота. Дальше. Немножко. Кунжута. За кунжут всегда рассказываю. Настолько он полезен. И. Курпапим. У меня есть. У меня есть. Курпапим. Я делаю его сама. Всё. Японцы просто отдыхают. Японцы просто отдыхают. Вот и всё, дорогие мои. Оливковое масло. Можно яйцо туда ещё. Если вы не на не сильный пост держите. Соевое маслечко. Вот. Это своеобразный салатик. У меня, видите, у меня целое огромное количество плеяда масел разных. У меня есть и амарантовые масла. Я делаю композиции. Но вы не переусердствуйте. Потому что у вас ваши родные и близкие, может быть, не привыкли. А знаете, вкус другого масла сразу чувствуется. Ну-ка, сейчас попробуем. Как? Кто болеет диабетом? Девчонки, мальчишки. Запомните. У Маши низкий гликемический индекс. Кто болеет, те знают, что это такое. Значит, это позволяет использовать в питании диабетиков. Обратите внимание на этот уникальный продукт. Не замыкайтесь на картофеле. Картофель есть вообще нельзя. Ну, тем более сейчас. Его можно есть только когда лето. Летом кушайте картофель. Всё хорошо, всё замечательно. В нём практически нету солонина. Сейчас картофель переполнен крахмалом и солонином. Клубень готовится к проращиванию. И вы только уничтожаете свою печень, почки и портите кровь. А кровь разносит солонин. А солонин имеет способность накапливаться годами. А потом бац! И вы не понимаете, откуда у вас та или иная опухоль пошла. Вот. Это картофель. Крахмал, который в картофеле, он, попадая вовнутрь, превращается в сахар. Это прекрасная питательная среда для бактерий, гниения. И для плохих, для вредных бактерий. Я имею в виду бактерии. У нас масса, но именно для плохих бактерий. И ещё, ещё хочу сказать. Конечно, масса увеличивается ваша, если вы добавляете везде картофель. Замените его топинамбуром. В Маше огромное количество железа. Обратите на него внимание. Хотела показать вам, мне прислала моя приятельница фотографию Тюриха. Сейчас я вам покажу, где она живёт именно. Тюрих Лимадгуа. Вот что-то такое. Она говорит, что у нас, говорит, рядом. Прямо по соседству депутат Государственной Думы живёт. Как-то фамилия не помню. Клишис, не клишис. Ну, что-то такое. Не знаю её фамилии, их. И вот фотография. Ну, почему мы с ней на эту тему говорим? Потому что у меня сын собирается съездить в Швейцарию. Там они с девчонками, с ребятами собираются. В отпуск. И потом в Австрию. Ну, и поэтому хочу, чтобы навестил их тоже. Как бы так. Вот. И она покажет, где, кто, как там живут. В Австрию, потому что у него банк, главный офис в Австрии. И там что-то они хотят посмотреть. Вот. Ну, всё. Всё, дорогие мои. В общем-то, наш салатик готов. Я думаю, что... Вернее, это уже готовая еда. Это не то, что салатик. Это готовая еда. Это готовый гарнир. Вот. И даже не требующий мяса. Сюда мяса совершенно не надо. И я наслаждаюсь вот этим видом. Смотрю, куда они поедут. И думаю, боже, какая красота. Но там уже весна. Я вам хочу сказать, там уже вовсю весна. Это она делала кадры. Прислала мне предыдущий раз. Месяц или полтора назад. А сейчас там вообще супер. Ну, вот и всё, дорогие мои. Будьте благословенны. Будьте здоровы. И помните, что здоровье – это то, что вы кушаете. И как вы себя чувствуете. Пока-пока. Люблю вас. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Будьте здоровы.